Методическое объединение – это основной вид образовательной деятельности. В целях овладения методом и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения на уроках и во внеклассной работе, поиска новых наиболее рациональных и эффективных форм проведения образовательного процесса, традиционно после школьных каникул управление образованием проводит методическое объединение учителей района. 31 марта на базе средней школы номер 6 поселка Дружба прошло подобное мероприятие. Сегодня у нас проходит очередное заседание районных методических объединений педагогических работников нашего района на базе школы номер 6 поселка Дружба. Заседает у нас сегодня 30 секций по различным предметам. У каждого есть свой план работы на год. В соответствии с планом они осуществляют свою работу и функционируют. Особо хочется отметить сегодня секцию руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений. У них предстоит большая работа с презентациями. Каждая школа будет отчитываться о ходе подготовки к итоговой аттестации. Также хочется отметить работу школы молодого учителя, в которой у нас собираются молодые педагоги нашего района со стажем работы до 5 лет. С ними тоже работу сегодня будут проводить члены муниципального клуба «Учитель года». Это участники конкурсов «Учитель года» прошлых лет. И само собой цель, как всегда у нас одна, это выявление и распространение передового педагогического опыта среди педагогических работников нашего района. Весь преподавательский состав района был разбит по секциям. Их было 30. По словам учителей, подобные встречи, несомненно, приносят положительные результаты. В два года работаю, сейчас третий год. Третий год, получается, принимаю участие. Как собираются, конечно, это очень важное мероприятие. Я считаю, что каждый учитель должен там быть. Во-первых, потому что там собираются и более опытные педагоги, и мы обмениваемся опытом. И во-вторых, для нас, для молодых специалистов, это очень важно. Опять же, из-за обмена опытом. И во-вторых, мы многого еще не знаем. Да, нам ВУЗ дал теоретические знания, но на практике мы не знаем, как их еще применять. Многие из нас приходят в школу и не знают, как это правильно до ребенка донести. Много вопросов становится. А на метод объединения мы это решаем. И нам помогают более взрослые, опытные педагоги, которые уже много лет проработали в школе. Вот, поэтому, конечно, безусловно, эти мероприятия нужны. Также в этом году у нас начала действовать школа молодого педагога. И мы сейчас, сегодня будем проводить заседание именно для молодых педагогов, стаж которых менее пяти лет. Это, я думаю, тоже очень хорошо. Это большой потенциал у этой организации будет. Потому что мы также будем обмениваться опытом, делиться своими наработками, делиться своими проблемами и решать их, что немаловало.